здравствуйте вы смотрите проект гости сегодня с нами человек который стоял практически у истоков кофейной промышленности в россии кроме того он основатель собственного известного бренда с 25-летней историей все это александр малчик здравствуйте здравствуйте александр малчик основатель компании ставший одним из самых уважаемых поставщиков зернового кофе в нашей стране инженер по образованию александр уехал из ленинграда в сша в начале семидесятых и вернулся в россию 20 лет спустя здесь вместе с единомышленниками он создал компанию которая уже четверть века специализируется на обжарке и продвижении высококачественного кофе александр вот вы многие годы занимаетесь тем делом как и продвигаете тот продукт которым невозможно заниматься только с точки зрения бизнеса это нужно любить это правда по правде говоря я не представляю себе трату жизни на что-то чего ты не любишь это как-то бессмысленно но действительно мне повезло я полюбил продукт который бесконечен всегда новый благородный и прекрасно действует на нас а вы помните и условно говоря в вашей жизни ту чашку кофе с которой началась наша любовь с этим напитком с этим продуктом и где я когда я рос у нас в ленинграде можно было купить хороший колумбийский кофе говорили его в турке и это был праздник это был деликатес но вот тогда я полюбил кофе но это всегда был праздник а когда я приехал штаты я перри приехал в сиэтл сиэтл это столица новой промышленности это там где-то по настоящему эта промышленность началась и там я начал пить кофе начал пить его приготовленного хорошо хороший продукт и я даже не помню первую чашку но я помню что это стало образом жизни именно тогда сразу как только мы приехали в 73 году тогда началась эта новая кофейная культура и я был одним из новых потребителей если говорить о новой истории кофе в россии которая вашими руками практически осуществлялась начиная с начала 90-х годов скажите что выдавала вам если не уверенность то надежду на то что культуру употребления кофе в россии получится привить я много лет жил штате монтана штат монтана всем кто там не живет известен как штат ковбоев и индейцев точно там бы очень много переселенцев со скандинавии поэтому кофе там всегда пили все фермеры но это был жуткий совершенно напиток поэтому в принципе кофейной культуры там не было никакой и вот в течение буквально несколько лет скажем на индейской резервации где я работал несколько лет там закрывались пивные бары и открывались кофейные и когда я приехал сюда я сказал я не могу себе представить ситуацию чтобы здесь не могло происходить то же самое кофе это такой продукт который захватывает население захватывает людей становится частью их жизни надо только это показать на ваших глазах практически наши российские потребители кофе собственно научились его любить научились как-то правильно к нему относиться распробовали узнали разные способы приготовления вы вообще для себя вот разделяете на какие-то этапы то как мы привыкали к кофе мы грязи да конечно у нас вот с жене логинова которая владеет вот этого из кофе не длинная история и первые годы когда я работал и она уже начинала народ не знал вообще что такое кофе не имел представление ни как его варить ни вообще что это значит для нашей жизни и нам приходилось очень трудно мы должны были объяснять людям мы должны были показывать людям и это был первый этап второй этап когда здесь началось бурное развитие кофеин эти кофеины как правило были созданы не теми людьми которые любят кофе которые занимаются кофе в основном это те кто создавали создавались других соображений поэтому кофе как продукт в этих кофейнях он как правило был плохого качества это был второй этап много кофеин но кофе был плохой и третий этап этого то что происходит сегодня это невероятное бурное развитие интереса к продукту с скажем по сравнению соединенными штатами с опозданием на 35-40 лет и с европы некоторые страны европы до сих пор отстают по сравнению с россией с первых дней вашей работы на рынке вы представляли продукт очень высокого качества при всем при этом на долю растворимого кофе до сих пор приходится очень большой процент потребления в россии вас этот факт огорчает или вы как-то философски к этому относитесь или вы рассматриваете это как некий челлендж для того чтобы своим бизнесом переломить эту ситуацию да действительно 90-е годы начало нулевых растворимый кофе по потреблению занимал до 80 85 процентов сейчас то не так сейчас там баланс изменился в сторону зернового молотова хотя по-прежнему по потреблению больше потреблять растворимого у меня нет никакой проблемы с этим растворимый кофе действительно по богатству по качеству нельзя сравнить с хорошим продуманным зерновым кофе но она имеет право на существование а потом смотрите когда мы начинали мы были вот такие вот и сколько народу могло нас слушать а когда пришло с кафе сюда они создали культуру потребления кофе и я всегда считал что они помогли мне тем что люди стали пить кофе переход от кофе низкого качества на более высокое качество проходит легко людям только надо попробовать а вот чтобы люди поняли что кофе это продукт достойный потребления это сложно и это в этом нам помогли крупные межнациональные корпорации можно ли говорить что поскольку сейчас россия вовлечена вот в эту так сказать глобальную кофейную историю что тенденции для всего мира они примерно одинаковые то есть появление неких нововведений да там какие-то потребительские предпочтения тенденции одинаковые хотя они имеют всегда несколько в разных регионах свою специфику свой национальный характер вот если взять италию да вот это с точки зрения потребления кофе это как минимум две страны да это юг италии где пьют смесь робуста и арабики в основном кофе более темные обжарки и север италии где сейчас все больше и больше пьют стопроцентную арабику где другой подход к эспрессо да есть северная европа где жарят значительно светлее для эспрессо если побывать в африканских странах где выращивают кофе то там кофейная культура она сейчас повторяет европейскую и или американскую там такие же кофейни или кофешопы как в других местах мира вот если взять бразилию то тоже это бразилия где раньше кофе только выращивали но не пели сейчас там пьют сейчас они на втором месте по потреблению после америки вот это же там все это повторяется но есть некоторые специфики всегда там север африки арабские страны больше пьют кофе по точную примеру но образ кофешоп вот то что вот вот это вот кофейни это городское кафе тире кофешоп да этот образ он настолько подходит для современного образа жизни человека что это просто притягивает народ и это происходит во всем мире я понимаю что у вас как у человека который знает все тонкости вкуса кофе знает многие вариации этого напитка наверное не может быть любимчиков в этом смысле но скажите с какой чашки кофе чаще всего начинается важный честно могу сказать да у нас есть кофе которые мы даем работникам всем работникам да это там у нас есть выбор из нашего кофе там две недели такой там или месяц на этот месяц такой на тот другой и утром я пью вот этот кофе я даже в группе находите я пью тот кофе который мне выписывают нам да вот что же касается что я вот люблю да вот это зависит там разные годы по-разному одно время я очень любил качественный кенийский кофе сейчас допустим вот эфиопия йоргешев это кофе который для меня но наиболее богатый наиболее интересный на самом деле вы знаете кофе бесконечный продукт он настолько бесконечен что я не думаю что есть люди которые вот реально понимали бы все тонкости да хотя я знаю людей которые значительно более опытные чем я в оценке кофе вот у нас у нас на ферме есть несколько человек которые могут определить слепую с какой страны вот этот вот вот этот глоток кофе и можно найти бесконечное количество вкусовых профилей в зависимости не только от страны произрастания от фермы от склона горы на которой выращивается от почвы на которой выращивается от того сколько было солнца в этом сезоне какие были дожди в этом сезоне и это только начало потому что потом будет зависеть от того какая идет первичная обработка как ферментируется потом как очищается как сортируется потом как доставляется а потом как его жарят потому что от этого тоже очень много зависит и вот вы сделали все это и пожарили а потом вы его готовить и там уже из этого кофе можно сделать напитки абсолютно разными в зависимости от того какой способ приготовления вы используете так что это бесконечный продукт нельзя сказать вот этот кофе там самый лучший оставим нашим зрителям возможность самим разбираться во всем богатстве нюансов кофе спасибо вам за эту беседу было очень познавательно приезжайте во Владивосток еще продолжайте радовать очень владивостокских кофеманов очень хотел бы по возможности приеду я не во всех городах был по два раза уверяю вас значит это уже большой комплимент Владивостоку с вашей стороны спасибо спасибо спасибо